Что движет людьми, когда они идут на преступления? Ответов может быть великое множество. Отчаяние, желание легкой наживы, банальная зависть. Молодые крепкие ребята берут в руки оружие и идут убивать за деньги. К сожалению, эта беда из бандитских 90-х плавно перекочевала и в 2014 год. В Рязанском областном суде вынесен приговор четверым совсем молодым ребятам. Собранный отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета России по Рязанской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора Станиславу Кирилюку, Никите Сталаеву, Артему Маркову и Дмитрию Коркину. Первые двое признаны виновными в совершении преступлений, таких как убийство и разбойное нападение. Коркин и Марков в совершении разбойного нападения. Уголовное дело было возбуждено по факту обнаружения вечером 10 июля 2012 года в своей квартире, которая расположена в одном из многоквартирных домов города Рязани, тело 24-летнего молодого человека с признаками насильственной смерти. В квартире был беспорядок, свидетельствующий о том, что в ней что-то искали, однако по заявлению хозяйки из дома ничего не пропало. Подозреваемые в его совершении были установлены и задержаны. Ими оказались четверо молодых людей, трое из которых проживали в Рязани и один в пригороде областного центра. Следствием и судом установлено, что Коркин работал у женщины, которая являлась индивидуальным предпринимателем. По его данным, дела у нее шли успешно. Поэтому он предполагал, что в квартире женщины имеются деньги, ценные вещи. Узнав о том, что женщина располагает приличной суммой денег, молодые люди решили наладить контакт с ее сыном, так сказать, войти в доверие к приближенному. Роковое знакомство стоило жизни молодому человеку. Он сам открыл дверь квартиры своим палачам. С целью хищения они вчетвером на машине приехали к дому, где проживала женщина-предприниматель. Коркин и Марков остались в машине, а Кирилюк и Сталаев поднялись в подъезд и позвонили в дверь квартиры. Дверю им открыл сын хозяйки, который в тот момент находился дома один. Оглушив молодого человека, Кирилюк и Сталаев проникли в квартиру. Причинив молодому человеку ножевые ранения, они стали искать деньги, ценные вещи. Не обнаружив ничего ценного, злоумышленники скрылись с места происшествия. От полученных телесных повреждений молодой человек скончался на месте происшествия. Приговор сегодня определил суд присяжных. Суд признал подсудимых виновными и назначил Кирилюку по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний 19 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с дополнительным наказанием в виде ограничения свободы сроком на один год, который будет исполняться после отбытия основного наказания. Сталаеву по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний 19 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с дополнительным наказанием в виде ограничения свободы сроком на один год, который будет исполняться после отбытия основного наказания. Маркову 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Коркину 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Работать молодым людям было сложно, а убить человека оказалось легко. После таких историй страшно представить, с кем мы ежедневно сталкиваемся на улице. Едем в общественном транспорте, стоим в очереди в магазине. И не поймешь, то ли эти ребята воспитывались в такой обстановке, то ли, простите, бригаду пересмотрели. Из чего они взяли, что такое поведение является нормальным, тоже непонятно.